На неделю мы выпали с канала, к нам приезжали друзья с Украины, у них четверо деток, взяли половину с собой, половину оставили. И у них была супер задача купить машину. А у нас дома был друг дома. Да. И задача... Вечная столовая. Купить машину практически даром. Бесплатную, да. Огромную, на всю большую семью. Семиместную, ну, крайне свою шестиместную. Да, и они приехали, ну, так получилось, что им у них было всего два дня, потом им надо было ехать в Германию. Не, а они на самом деле хотели с ним купить машину в Краффи, поехали в Германию сделать дела, а потом поехали домой. Ну, у них что-то переигралось, но не получилось. Они говорят, ааа, что ж у них не получилось, кто-то сказал за столом. И Кристина такая, а они не успевали. И Кристина такая, слушай, так давайте на нашей машинке поедете, там тысячи километров. Ну, это я уже сказала тогда, когда мы уже поняли, что у нас... Что в тот день мы им ничего не поможем. Просто мы как-то медленно это все делали. Ну, то есть, как бы, не в их темпе, да. То есть, надо было быстро звонить, быстро ехать. Ну, и, может, не в темпе поляков. Ну, в общем, я не знаю. Короче, пока мы уже собрались, уже обсмаковали машину, мы звонили там второй раз или третья, и машина уже была продана. То есть, надо было быстро, надо было сразу. Ну, естественно, с хорошего. При том, что в Кракове не было, было где-то там далеко, или они были не переоформлены. В итоге они уехали на нашей машине в Германию. Да, протестили, написали, что машина, ух, огонь, супер. Вернулись они обратно, и, в принципе... Расход семь с половиной. Да, ну, не так, как я езжу. И дальше у нас была задача, как можно быстрее купить эту машину. И стали мы опять смотреть объявления, эти машины. Ну, как бы, не мы, а вот мальчики. Ну, когда все смотрели, Кристина звонила. Если первый раз, ой, а что мне спросить, а что это? То дальше, под конец, она уже такая... Дум-м-м-м. И сразу все выдавалось, все спрашивало, даже больше, чем надо было. Уже выводя всех на чистую воду, мы получили бесценнейший опыт покупки с рук дешевой машины. Которую мы сейчас расскажем. Которую, да. Мы, наверное, расскажем, да. Мы сейчас расскажем эмоциональную часть, а потом снимем как бы просто советы. Выводы, да. Выводы наши чисто технические. Сейчас будут слишком, а потом чисто... В общем... Или ты пошел? Ну, да. Мы... Ну, как бы... Сначала мы ставили там... В общем, они какие-то фильтры ставили там. То-то, то-то, то-то забивали. Скажи вообще, какие требования были. Нет, до 4 тысяч злотых. Ну, мини-бус, мини-вэн. Не ушкодженный. Ну, и, соответственно, там, Краков плюс 100 километров, плюс там 200 километров. Потом они брали 200, 300. Сначала мы брали 5 километров, потом 20, потом это все дошло до 100. В итоге мы доехали до Жешула, даже там забросов собирались ехать, но, слава богу, не поехали. Потому что получили опыт, слава богу, поближе. Когда мы ехали уже с Жешула обратно, уже после третьей машины. Я поставила только фильтр цену, Краков плюс 100 и размер мини-бус или мини-вэн. И в список попала прекрасная, поврежденная машина, которая была повреждена. Она была вылезана, она была семейная, выкохана, когда задбана. Но она была ушкоджена. А вот то, что мы смотрели на ушкоджен, это был такой трэш, что просто там взрыв мозгов. Там одна машина, мы приехали. Первая, мы приехали ночью, что-то 35 километров, заскалили. 35 километров мы приехали ночью, ну, потому что ребята хотели быстро. Это еще перед Германией. Приехали ночью, стоит три корча такие во дворе. Выходит парень типа такой. Хозяйка типа там в доме была, ну, наверное, на бабушку машина записана. Это был карнивал, как его, Киа карнивал. То есть, ну, типа, а, и фоток внутри не было. Как внутри? Ну, нормально. Ну, хорошо. Там двух кресел нету, можно докупить, это не проблема. Мы приезжаем, стоит три корча. Этот Voyager древний, уже такой проживешенный. То есть, этот новый, почти новый карнивал, в котором и Opel Astra. Или, да, старая Astra. Короче, а, и что-то там чуть ли не 3000 или там. 3 500, но он такой же, 3 отклада, да. Открываешь машину, и тебе вот в нос бьет. Вот знаете, как в маленькой комнате ты сделал вот эту штукатурку, родбандом, когда вот навалял так, и вот такой запах. Машина в таком налете штукатурки, видно, возили стройматериалы. Сверху какая-то копоть, как будто там курилка была. А Сережа говорит, типа, Кристина, спроси пана, почему машина такая грязная? Парень такой вообще глазом не поведет, говорит, где? Где? И ты такой, то ли ты слепой, то ли ты не понимаешь, да? Вот, а потом мы говорим, слушай, а что там с Voyager'ом и с этим, с Opel'ем? А он такой, там у них аккумулятора нет, на трех один аккумулятор. Да, то есть получается, чтобы нам выкатить эту машину, которую мы смотрели, она стояла посередине, вначале завести, он поставил аккумулятор, потом мы говорим, давайте же проедем все. Он говорит, так в тех аккумулятора нету, один на трех. То откатили, и то... Руками, да. И, короче, едет как-то антрис. Ну, короче, это был просто трэш, это жуть. Мы, конечно, попрекалывались, а он еще... А проехаться... А, типа, пусть он заведет, выкатит. Ну, там очень узко было. Он такой, да, подождите, сейчас я очки одену. Он одевает очки, садится в машину, заводит. И, хочу, окно запотевает вообще полностью. Очки, в общем, не понадобились. Да, очки не понадобились, научу пьедить. Вторую мы поехали с 200, по-моему, километров. Вторую мы поехали... Нет, не, не 200. 200 это даже шоула 185. Просто в другую сторону, порядка 100 километров, да, 100 с чем-то. Это был, ну, и Реной Эспейс, естественно, европейский. Опять же, не было фоток внутри, какие-то вечно проблемы у них. Ну, да, то есть они все... С телефонами они не умеют фотографировать, когда их спрашиваешь, да, как бы, или там нету свящего шоула. Да, он как-то морозился, да. Да, мы потому что только поняли, почему он... Да, то есть мы приезжаем, в том такие... Подожди, приезжаем. Он говорит, все, все, ну, как бы, все работает, едем. Проехали мы час, нам еще час остался. Он звонит, говорит, ой, вы знаете, я ее встал, это, а у нее что-то на то ли не заводится, или коробка передач, что-то с коробкой передач. Мы, елки-палки, мы уже полдороги проехали, мы уже доедем. Ну, вот, доехали. Доехали там два таких сельских парня, таких позитивных на КВ. Такие, типа, ну, вот ты выходишь, видишь, по машине, что тоже, на ее как грузовик использовали. Ну, просто, опять же, там... Замка нет в дверях. Там, ну, просто хлам. Ну, жуть, жуть. Ну, и цена там, конечно, была какая-то 2 с чем-то, но это был реально металловом. А при том, с какими-то непонятными проблемами. А еще до этого мы звонили странно, дедушке, дедушке, короче. Он, во-первых, да, он, да, он, именно в Жешуле, да, мы откладывали его, во-первых. А он такой разговорщик. Да, он именно... А, и там просто просмотров мы... Обычно мы заметили как, если на OLX мы вас смотрели, если там просмотров больше 500, да, то, соответственно, как бы машина уже, скорее всего, если она на вид хорошая, она, скорее всего, ушла. У него 3000 просмотров. И с ним все время не было связи. Да, да, да. Потом он в подвале сидел. И машина эта, Voyager, этот, краслив Voyager. Ну, и типа он там сильно как-то уговаривал, потом, ну, и Сережа... И вопросы, да, 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 это делал, все. Он, видно, машинами занимается. СМС я не умею отправлять, то есть там фотографии я не могу с салона. Мы уже не собираемся с ним ехать, да, он такой, типа... А так как мы оказались вот, ну, недалеко от Жешева относительно после того, как и после этих парней веселой, движенной собаки, он думал, ну, ладно, поедем. Мы ему звоним, говорю, ну, мы вот здесь так готовы приехать. Он такой, ну, ладно, приезжай. Не, не ладно. Он сказал, ой, я буду только, типа, когда вы приедете, я смогу выйти только к 4 вечера, где было, и, как бы, приезжайте к 4. Мы там чуть опаздываем, звоним, уже связи нету. Короче, мы приезжаем Жешев туда, по адресу, слава богу, я посмотрел заранее, там, по Google Maps, уже понимал, как выглядит этот дом. Мы подъезжаем, смотрим, машина стоит возле дома, как на фотографиях, все это. И капот приятно. А, а еще Сережа такой, типа, машина долго не продается, типа, 3000 просмотров. Где все эти люди? Да, где все эти люди? Типа, почему никто не купил, и прикалываемся, типа, может, у него где-то в подвале, там, типа, комната, где сидит уже 3000 человек. А я еще говорю, помните в Мадагаскаре этот момент? Ля-ля, ля-ля-ля. Ну, мы уже такие уставшие были. Ну, да, себя запугали. Мы приезжаем, говорим, пустая улица, людей нет, дом там, ворота открыты. Ну, видно, что человек занимается машинами, у него там подвал. Там, в подвале какая-то мастерская. Вот. Связи с ним нет? Связи с ним нет. Машина стоит? Людей нет. Стоит машина. Капот приоткрыт. Мы открываем капот, потом я обхожу, сотрю. Ну, по приколу думаю, может, и дверь открыл. Я открою. Машина открыта. Потом я сажусь и такой слю. Это ключ зажигания стоит, да. И тут у меня закрадывается сомнение, что, во-первых, машина точно никуда не поедет. Потому что она, грубо. Тоже салон такой себе. Да, связи нет. Салон тоже такой себе, все такое себе. Она завелась там с 5-го, 10-го раза. Она не завелась. А, нет, не завелась. Она так и не завелась. Ну, такая бубубубубубубубубубубуб и все. Ничего такого. Мы даже не стали. Мы даже, да, не стали. Додать дедушку из-подвала. Ну, по крайней мере, он не вышел и не начал нам врать, что все хорошо. Да, он ведь даже в окошко это смотрел. Короче, в итоге Кристина нашла вот так вот машину сама, по дороге домой, нашла в 5 километрах от дома, то есть мы проехали 500 километров по Польше, да, и нашли на подгузе, нашли вот здесь в 5 километрах от дома, а при том 500 километров, я забыл документы на машину дома, мы ездили без документов, это не первый раз, это не первый раз, надеюсь, что больше так не будет. Так что, ну, было весело, у нас все богатый опыт, да, готовы поделиться. Да, мы оформили эту машину на ребят, мы завезли к механику, он посмотрел, посоветовал, что надо сделать, и вот уже сегодня, то есть они выехали вчера, да, сегодня они уже в Киеве, они доехали. С подключениями, конечно, она доехала. Да, будут приводить ее до Ладу, хорошая, там классный салон, там такой, ну, танк вообще. Ну, ездила, да, ездила семья, ну, минус какой, ну, купили они за 2 500, 2 800 стартов, 2 500 торговались, там не много надо сделать, там даже аккумулятор относительно новый. А что там, расскажи, потому что надо спрашивать, какой год, что надо сделать? Ну, 90, а, фотки я вставлю, ну, так, чтобы было понятно, 96-й год, не грант, просто Voyager Chrysler, ушкодженный, потому что, видно, был боковой удар, дверь, просто он сам черный, 2 зеленые двери. Темно-зеленые, то есть, не, ну, там покрасить, он сказал, покрасить не проблема, то есть, тем более, суммарно она очень, так, в хорошем состоянии, то есть, особенно, ну, с учетом того, что машине 20 лет. Я, конечно, был в шоке от количества всяких кнопочек на воротах, то есть, при том, очень практичных, то есть, вот именно, то есть, там, с двери отъезжают, потому что она блокируется, чтобы, ну, там, на склоне или, там, не придавило кому-то пальцев, то есть, надо нажать кнопочку, чтобы ее закрыть. То есть, куча всяких мелочей, мне очень, минус один, большой расход, ну, это американец, с 96-го года, ну, это понятно. Но там стоит газовая установка, мы проверили, она работает, минус один текло, текла жидкость из гидроусилителя, когда сильно поворачивал, да, масло, жидкость, неважно, то есть, субстанция, вот, и сильно она текла, то есть, надо было, в итоге, наш механик, кстати, если что, очень хороший механик, поляк, старый, такой, закаленный, старый закалки, то есть, такой, такой, по-новой, так, такой, вот, он, там, не знал уже сначала, что, потом разобрался, сказал, там, просто шланг, просто надо будет поменять от него, то есть, рейка, все, 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 все рабочее, не переключалась передача, все, все передачи, автомат, переключалась передача, только до третьей, и ты уже, когда больше ста, она уже, такая, до пяти тысяч поднимались обороты, ну, а до ста нормально, ну, третий, типа, можно ехать. Ну, типа, оставили, опять же, до Украины, там, дешевле все это сделать, а понбой, так, сказал, что, скорее всего, там, просто поменять масло в коробке передач, и все должно быть, работать, но ребята, когда проехали, доехали до Украины, под Киевом, нет, под Житомером, в Житомере, начало переключаться, да, переключаться на четвертую, и даже меньше, и расход, естественно, упал. Минус какой-то такой большой расход, и за счет того, что, там, установили газовый бак, не в салоне, ну, там, не знаю, короче, пожертвовали бензиновым баком, то есть, поменялись, сделали его меньше, и, там, где-то на 40 литров такой бак, и 40 литров такой бак, как бы, вот так вот, ну, и происходит, в любом случае, не маленький, но, как бы, все остальное, мне очень понравилось, что еще? Ну, вот, на все, про все, ушло, наверное, 4 дня, но очень активных, таких просто сумасшедших. Есть еще, а, есть еще проблема, ну, раз уж, так, не знаю, пошло, как вы заговорили, помню, что вообще. Часто бывают проблемы, когда покупаешь что-то недорогое с рук, оказывается, властник вот этот вот, он еще не, не оформил на себя техпаспорт, то есть, они ездят по тому техпаспорту, то есть, там, дается месяц, по закону, ты должен за месяц поменять техпаспорт, ну, там, понимаете, новый, потом дают постоянный, то есть, временный, потом постоянный новый, да, как бы, уже на тебя, это может стать проблемой, как бы, ну, там, вот, когда вы, там, если, там, ездите не только по Польше, но вообще, это надо сделать, но наказание, если ты это не сделал, то есть, этого нету, вот, соответственно, как бы, вот такая интересная, но, есть такая проблема, что ты потом, вот, ты приносишь куплю-продажу, а в техпаспорте не продавец у тебя написан, ну, соответственно, получается, коллизия, возникает вопрос, и это надо закрывать, то есть, хозяину, предыдущему хозяину быстро переоформить на себя, хотя бы, временный паспорт, чтобы куплю-продажу сделать, ну, чтобы такое вот мы прошли, что-то еще, ну, да, такая ерунда, потом это очень распространено, они просто не переоформляют на себя машину, почему-то, и перепродают, ну, как-то так, что-то, самое главное, мне сказали, про карту, это самым терпеливым, как он смотрит, да, А еще мы за эти дни, пока ребята были у нас, нам пришли смс-ки, что есть карты, есть децизии, при том, пришли, пришла смс-ка Кристине и дочке, ну, мне на дочку, на меня не пришло, и децизии, да, как бы, децизии есть, они вроде как положительные, но мы их еще заберем там на следующей неделе, когда уже все соберутся, потому что на меня вроде тоже есть децизии, но нету на младшего, на Никаса нету только децизии, ну, и когда мы уже получим на руки карту, мы тогда уже сделаем ролик, уже как мы получили карты, все от начала до конца, все по-честному, все там с цифрами, все расскажем, как это было, ну, как это было в нашем случае, вот, ну, все еще, ну, вот, как-то так.